На сторонах правильного треугольника по часовой стрелке отложены равные отрезки. Докажите, что получится разносторонний треугольник. Мне кажется, это настолько просто, что даже не обсуждается доказательство. Хотя, конечно, сделаем. Итак, есть какой-то равносторонний треугольник, и мы продлили вот так вот на одно и то же расстояние все время. Получился новый треугольник. Почему он на то же равносторонний? Когда взяли и одно и то же расстояние отложили вдоль сторон треугольника, вот так вот, почему возникает он на стороне треугольника? Итак, вот на стороне треугольника, все, угоря выжить треугольник. Да. Видите, у нас будет, значит, это треугольник. Да. И что, да? Да. Ага, и применяем резник конкурентности треугольников по двум сторонам и углу между ними. Правильно? Да. Все правильно, молодец, спасибо. Конечно. По двум сторонам и углу между ними, вот эти вот боковые все три треугольничка, у них 120 градусов в угол, они все конкурентны. Так, на самом деле у этой задачи есть другой способ объяснения. Если мы с вами отметим центр равностороннего треугольника и соединим с вершиной, то при повороте на 120 градусов, равносторонний треугольник переходит сам в себя. А значит, вот эти вот надстроенные треугольники тоже будут переходить хоть один в другой, да? То есть, когда вы поворачиваете, то вот этот треугольник переидет сюда, а этот переидет сюда, а этот туда. Ну, значит, новый треугольник тоже выдерживает поворот на 120 градусов, а если выдерживает поворот, то никуда не денег. И рассуждать с конкурентными треугольниками или рассуждать вот с поворотами, с осевыми симметриями, это чаще всего примерно одно и то же. Просто обычно, немножко нагляднее, говорив про повороты, про движение, и в некотором смысле правильнее для будущего. Потому что все-таки математику мы учим не просто ради математики, а для того, чтобы что-то понять и в физике, и в реальном мире. А в реальном мире очень часто возникают всевозможные движения, перемещения, так что это полезно все понимать. На сторонах правильного треугольника взять три точки, которые оказались вершинами меньшего по размеру правильного треугольника. Докажите, что три возникших при этом треугольника конкурентны. Это в некотором смысле обратная задача. То есть представьте себе, что мы взяли произвольный равосторонний треугольник и вписали в него какой-то равосторонний треугольник. А почему при повороте у нас внутренний треугольник обязан перейти сам в себя? Нет, это интересно. То есть я лишь помню, что ты ее все время решал, мы ее иногда даже полностью забрали, но боюсь, что ты забыл все. Да, пожалуйста. Как доказать, что если внешний треугольник односторонний и внутренний равосторонний, как доказать, что в таком случае вот эти вот три отсвеченных треугольника тоже так правильные? Хорошо. Итак, здесь на поле уже есть. Да, это конечно. Да, это конечно. Так, это молодец. С углами все хорошо, да. Да. Так, отлично. Так, отойдите, пожалуйста, чтобы все увидели. Ребята, молодец. Действительно, молодец. Я не ожидал, что так быстро все будет сделано. Давайте еще раз поймем. Дайте еще раз спокойно и четко объяснить. Я боюсь, что они не будут. Да. Да. Помечены двумя тугами, помечены двумя тугами, сумме дают 120. Да. Да. А здесь у нас это будет. Он есть. У нас здесь. Надо, чтобы мы узнаем, если вы назначили инфекцию, то есть у меня с парня. Значит, это будет очень быстрее. Да. Дальше мы так же делаем, и все получается. Хорошо. И теперь на какой признак мы ссылаемся? На признак, что он на стороне или на углу? По стороне и двум приближащим углам. Спасибо, все правильно. Есть такой признак. Если у треугольника мы знаем длину, стороны и величины двух углов приближащих углов, то тем самым треугольник однозначно. Вот по этому признаку в интеграторности все получается очень хорошо. Очень хорошо. Я очень доволен. Молодцы.